Всем привет любители украинского футбола! В нашем футболе, как всегда, есть о чем и о ком поговорить. Поэтому в этом видео я расскажу об очередном форварде в Динамо, трансферах Металлиста, кто может заменить Миколенко и многое другое. Друзья, хочу напомнить, чтобы вы не забывали ставить лайки, оставлять свои комментарии и подписываться на канал. Для меня это очень важно. Артем Довбык продолжает собирать вокруг своей операционной слухи о его переходе в один из топ чемпионатов. Как сообщает турецкое издание Фотомак, Довбыка хотят видеть в турецком Бешукташе и уже идет переговорный процесс с ним и еще несколькими нападающими. А вот итальянские СМИ сообщают, что им активно интересуется Болонья, у которой тоже проблемы с атакой. И Артем входит в число претендентов на эту позицию. Правда, сначала им нужно продать другого форварда, Федерико Сантандера. Правда, я думаю, что это всего лишь слухи. А учитывая, сколько Днепр за него попросит, то навряд ли он куда-то перейдет в ближайшее время. Киевская Динамо интересуется бразильским нападающим Крузейро Игором Тьяго. Как сообщает местный портал Итатья, киевляне пытались подписать нападающего Крузейро Игора Тьяго. По информации, источника Динамо хотела купить у Крузейро форварда, но бразильский клуб отклонил предложение киевлян. Также сообщается, что им лично заинтересован Луческу. На данный момент Крузейро получил два предложения по игроку, от Лудогорца и еще одной европейской команды. Они предлагают 1,2 и 2,3 миллиона евро соответственно. В этом сезоне бразильская серия ИБ Тьяго провел 25 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Нападающий Труа Жерсон Родригес еще не знает, где будет играть в новом году. Главный тренер Динамо Мир Челческу не видит места в своей команде для Жерсона Родригеса, сообщает в Мета Рейтингс. Руководство Труа хочет досрочно разорвать арендный договор люксембургского форварда и вернуть его в лагерь белосиних. При таком варианте Динамо будет вынуждена искать новую команду для скандального нападающего. В нынешнем сезоне Лиги 1 Жерсон провел 9 матчей, в которых отличился одним голом. А вот другой вингер Динамо Георгий Цетейшвили, который играет на правах аренды за Черноморец, уже заинтересовал три европейских клуба. Как сообщает венгерское издание НБ1, грузинский футболист попал в сферу интересов Мола Фехервара и Польской Вислы. Фехервар, за которую выступают украинцы Иван Петряк и Евгений Макаренко, намерен арендовать футболиста у киевлян. А вот польская Висла рассматривает более приемлемый вариант для Динамо – покупку Цетейшвили. Также СМИ, ссылаясь на другие источники, сообщают, что Слован из Братиславы уже выходил на Динамо с предложением по покупке Георгия. Вице-президент Металлиста Евгений Красников прокомментировал интерес к полузащитнику «Зари» Владиславу Кочергину. «Я разговаривал с его агентом, поговорили и все. Он пошел своей дорогой, а мы своей. Владислав хороший футболист, но у нас на этой позиции есть свои игроки. Я сказал, что мы не заинтересованы, потому что на этой позиции у нас есть Демченко и Танковский», – отметил Красников. Бывший полузащитник Абалони Артур Мурза уже этой зимой может перейти в Харьковский Металлист. Как стало известно Меты Рейтингс, левый полузащитник, который недавно расторг контракт с Абалонией, может продолжить карьеру в Металлисте. Харьковчане пока не называют фамилии потенциальных новичков, но не скрывают, что интересуются большим количеством футболистов. В том числе молодых и в том числе из Первой лиги. По информации источников в расширенном списке кандидатов есть и Мурза. В нынешнем сезоне Первой лиги Мурза провел 15 матчей и забил 5 мячей. Киевская Динамо после продажи Миколенко серьезно задумалась, кто может его заменить. И похоже, Луческу сделал свой выбор. Как сообщает Динамо Киевэнсайд, Вевчаренко поедет на первый испанский сбор с основным составом. Это тот самый шанс, который дает Луческу и который 19-летнему футболисту упускать негоже. Своим шагом румын четко расставляют приоритет в собственном видении основной кандидатуры на эту позицию. Вевчаренко с лета этого года имеет взрослый контракт. Когда главный тренер полтора года назад наряду с Забарным привлек Вевчаренко к своему первому сбору, надежды на Костю возлагались не меньшее, нежели на его ровесника. Теперь все в руках юного игрока. Друзья, ну а я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Как ты думаешь, есть ли шансы у ингульца бороться за середину таблицы, если они подпишут несколько игроков Динамо? Опять же нужно понимать, что это за игроки Динамо, которые могут перейти в ингулец. Если мы будем говорить о футболистах, которые первую часть сезона провели за Черноморец, то это будут трансферы на перспективу. Но это еще не факт, что эти игроки помогут команде остаться в высшей лиге. Если говорить о игроках, которые находятся у Динамо на замене, такие как Кулач, Андреевский, Шабанов и другие, то их переход маловероятен, потому что у них большие зарплаты. Например, если перейдут два человека в ингулец, то это будет около 50 тысяч долларов в месяц. И на секундочку, это 600 тысяч долларов в год, что равняется почти третье бюджета ингульца. Поэтому в это я не верю. Второй вопрос. Как думаешь, смог бы Довбек заиграть в шахтере? На самом деле Довбек это просто идеальный игрок для шахтера. Он техничный, габаритный, умеет забивать головой, ногами. Ну и самое главное, он украинец, а для шахтера это очень актуальная тема, ввиду лимита на легионеров. Но я не думаю, что шахтер потратится на Довбека, за которого просят 12-13 миллионов, потому что летом шахтер и так много натратился, было потрачено около 40 миллионов, плюс в феврале придет Тобиас, правый защитник, за которого было заплачено 6 миллионов. Хотя если Дедзерби выиграет чемпионат, то ему могут пойти навстречу и купить Довбека. Третий вопрос. Веришь ли ты в то, что Дженуа захочет переблести кого-то из украинских футболистов? Я думаю, что украинские игроки могут оказаться под руководством Шевченко. Это два варианта, это Ярмоленко и Ковленко. Вот только оказаться в Дженуа они смогут как минимум летом, потому что у Ярмоленко заканчивается контракт, а у Ковленко сейчас аренда в специи, но думаю, что когда закончится аренда, то Ковленко может перейти в новую аренду и это будет клуб Дженуа. Еще как по мне реальный вариант это Зубков из Веренсвараша, тем более ему же активно интересовались клубы из Италии и за него не придется много платить. А вот что касается таких игроков как Довбек или Цыганков, то на таких они не будут тратить такие большие деньги, они вместо этого лучше найдут кого-то из балканских стран и вместо одного купят троих или четверых. На этом пока все, не забывайте оставлять свои комментарии, ставить лайки и подписываться на мой канал. До встречи в новом видео!